САВЕЛИЙ Савелий, какое красивое имя! Значит, тебя зовут Савелий. Да, да. Меня зовут Стася. Очень приятно. Мне тоже, Савелий. Поправляйся, пожалуйста, скорее. Я думаю, у тебя все будет хорошо. И ты скоро выздоровеешь. Выпишешься из больницы. Все будет хорошо. Я не знаю. Я, конечно, наверное, выйду раньше тебя. И никогда тебя больше не увижу. Савелий, ты меня слышишь? НЕВЕРОЯТНО! Ему же было очень плохо. Он лежал в коме долгое время. Ему было настолько плохо. Я думала, что он фу-фу-фу. Что он просто не выживет. Ему было настолько плохо. Не было шансов на выздоровление. И тут... Это просто чудеса какие-то. Не было шансов на выздоровление. Он был в коме очень долгое время. И даже когда его выписали из комы в обычную палату, он все равно не очень-то хорошо себя чувствовал. Он в себя не приходил. Но хотя бы он дышать смог сам. А тут на тебе. Он очнулся. Все будет хорошо. Станислава? Да. Иди-ка сюда. Что? Ты можешь еще раз поговорить с Савелия? Может быть, он тебя еще раз услышит? Да, конечно, могу. Мне только в радость с ним разговаривать. Хоть я и вижу его первый раз. Практически над этого просто. Я болела и... Да, 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 я знаю. Так он был в коме? Да. Так уж и вышло. А что случилось? Его побили очень сильно. И понимаешь, даже когда он вышел с комы вот недавно, он все равно не приходил в себя. А в коме он был, потому что мы переломали все. Там и позвоночник, и руки, и ноги там. Еле-еле выкарабкался он из этого состояния. Понимаешь? Какой кошмар бедненький. Да. И вот когда он вышел с комы, он все равно не приходил в себя. Да. И даже когда из комы вышел, он и то в себя все никак не приходил. А ты просто его вытащила, спасла, я не знаю. Ну, он просто со мной разговаривал. Он мне сказал, что его зовут Савелий. Вот. И все. Это прогресс. Это большой прогресс. О чем ты говоришь? Он вообще... Он не подавал никаких признаков жизни. Савелий. Ты... Ты просто... Ты молодец. Я горжусь тобой. Ты умничка. Ты очень помогла. Никто долгое время не мог его вытащить из комы. И на тебе. В общем, поговори с ним. Поговори. Я побегу. У меня еще дел очень много. Хорошо. Угу. Савелий. 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 Ты меня слышишь? Я тебя слышу. Данислава. Ты запомнил мое имя? Ох. Господи. Я ведь не видела ни его лицо. Я только услышала его голос. Мы знакомы. Даже не то, чтобы знакомы. А вот при таких обстоятельствах. Будь при других обстоятельствах. Наверное, было бы лучше. Но... Почему? У меня ощущение, что я знаю его всю жизнь. Ведь он... Поменьше меня. Помладше. Не намного, конечно. Но ему на вид лет пятнадцать. А мне семнадцать. Он просто не видит меня. Наверное, когда он выздоровеет, он на меня даже не посмотрит. Но. Это не главное. Сейчас самое главное, чтобы он выжил. Чтобы все было хорошо. Савелий. Да. Мне очень трудно говорить, но... Ты меня как-то спасаешь. Слышит. Он меня слышит. Надо же. Надо же. Какое счастье, что он приходит в себя. Я думаю, все будет у него хорошо. Обязательно, Савелий. Слышишь, ты поправишься. Ты выздоровеешь. Я знаю. Я это чувствую. Я не знаю как, но... У меня такое ощущение, что я знаю этого парня всю жизнь. Как же это странно. Боже мой. Савелий. Выздоравливай поскорее. Я очень хочу, чтобы ты поправился. Чтоб ты жил. Чтоб он был счастлив. Блин. Я знаю этого человека всего ничего. Даже одного дня не знаю. У меня такие эмоции, такие чувства нахлынули. Даже будто такое состояние, которое я уже испытывала. Будто я его знаю уже. Но я даже не видела его. И наверняка я ему никогда не понравлюсь. Но это не главное. Главное, чтобы он жил. Чтобы у него все было хорошо. Так вот самое главное, чтобы он поправился. Почему я плачу? Из-за чего мне так больно вдруг стало? А ведь и правда. Я старше его. Я никогда ему не понравлюсь. Не уходи. Это он сейчас просто меня не видит. Но когда придет в себя поймет, что я ему не ровня. Попробуем. 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 Субтитры подогнал «Симон»